смотрю на битрейт боюсь понял фокус легосе 9 серия что еще сказать 9 серия сегодня стрим не будет не очень долгий но интересный сто процентов так как мы идем по заданиям довольно плотно что вчера что сегодня закрепил сообщение лайк лучшая поддержка это правда ну конечно еще есть донат это вообще улет подписывайтесь на этот канал кстати колокольчик так не вижу не вижу пока стрим свой вижу ставьте колокольчик вот немножко под отпустил звук чтобы он был более как сказать лучше захватывался что так отсылаю уведомление о стриме в нашу группу и не только стартуем не особо помню что мы делали в прошлой части помню что заклинание новое да и там конфликт семейный и там как раз лодгак и вот эти все дела сейчас будем разговаривать будем искать амита да или как его там сначала наверное но сначала наверное так а вот сюда забыл а и будем надеяться что я ничего не забыл реально выше я могу быть все нормально все хорошо так все закрываю все лишнее и уже почти все здесь пауза хорошо идеально ну и будем надеяться на интернет что он буду надеяться что двадцатку потянет числе и так будет рядом долго продолжаться то походу придется менять так последний раз да мы вроде тут закончили хорошо себастьян наш сначала начнем с допа да не забывайте ставить лайк потому что ну это серьезно помогает а а если еще и комментарии на запись оставить у это вообще почет и уважение поговорите сами там по поводу гублин дука давай допчик вот этот сделаем драконе яйцо мне кажется будет интересно местоположение на карте и в городе правда прямо огонька если на свете местечко уютнее хоксмеда она не из тех кто просто забудет ознакомился с девушкой жутко напоминающий инфернала надеюсь я тебя не задержал отнюдь я была на почте я ожидала посылку от бабули но она должно быть забыла ее отправить на этой неделе она тоже не отправила сову может быть она занята своими исследованиями все таки шиза тема такая шо я же даже и группа вк сейчас я зайду по идее да все тут все так на этой неделе она тоже не отправился может быть он занят своими исследованиями а что она тебе посылала всего лишь корм над которым она работает я собиралась передать его профессору ховен для жмыров что изучает твоя бабушка это разные вещи но непременно связанные созданиями на той неделе она изучала ножные узлы и ушлёпе что тебе удалось узнать о том драконе она не знала что браконьеры забрали ее яйцо поэтому покинув хвасторожий зал она должна была отправиться прямиком в гнездо я вернулась в палатку и отследила ее полет как можно ли как можно отследить полет дракона который улетел мятые древесные кроны следы огня подобные знаки трэш молодец ты несомненно знаешь что делаешь точно не скажу но есть у меня на уме место куда она могла бы отправиться я полагала что мы можем проверить там ли она разумеется пойдем сейчас же если ты не против хочу посмотреть как она поживает если у нее и вправду был ошейник и она должна быть очень тревожится за свое яйцо да давай ну сразу загрузочка и поехали вот мы и на месте думаю мы найдем ее где-то здесь эта порода обычно гнездится именно в такой местности подозреваю именно так браконьеры и и нашли вероятно они стояли здесь лагерем и изучили ее повадки думаю сначала они поймали ее а затем забрали ее яйцо с драконами и так не просто справиться с матерями и подавно и все это ты поняла просто стоя здесь и не поверишь насколько легко думать как браконьер проверим там ли она нам ведь нужно просто вернуть яйцо ну это может быть опасно но в принципе да по моему это не сложная задача мы мигом туда и обратно и тогда мы наконец разберемся с браконьерами так куда именно ну к этой ну ладно логично же давай тогда найдем дракона и вернем яйца чудесно что же птица что мы тут летаем то может принять нас за врагов или еду лучше пойти пешком а еще вот что постараемся ее не тревожить ей так уже порядком досталось я готова а ты да и я вроде ничего так ну вроде по звуку более-менее ровненько гнездо дракона до ёпца вон она над нами значит все таки благополучно добралась домой кажется на нее не надели ошейник как на других драконов хереть не встать дракончик тем временем соберем лишним не будет педняжка должно быть с ума сходят от беспокойства за свое яйцо ну вроде бы нас она пока не заметила хочется верить что так будет и дальше по крайней мере пока мы не сделаем то зачем пришли ага хорошо и че такое ревеля как костер рядом с или с этим как он гнездом они для нас уже не проблема так вижу репары надо репару репару вот прекрасно она потрясающая издали значит не отставай будем идти вообще где я думаю прекрасно вращение что я сомневаюсь что браконьеры и и хорошо кормили а издали мы наверняка напоминаем ей кого-то вроде овец гибрид и любят овец вот повезло то да уж я прям поближе сел так что ли мы вот так уселся вверх вниз тут делаю это аккуратно смотри под ноги ой 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 че это такое похоже она совсем оголодала раз накинулась на драморога или просто решила выпустить пар ревеля о сундучок тоже ничего так ага о вообще перфект тише что это было чего уху-ху-ху-ху-ху я побегу вперед а ты здесь кубкой вперед были я отвлеку ее выходи когда она улетит есть не тихо нормально это еще вместо 15000 поставил 150 сначала это продемонстрировать диалогов 4 нормально вообще это не так то просто рады по моему даже наоборот подозреваю разговаривать с ней бесполезно другой ситуации я бы попробовала но точно не сейчас один раз я фулачки потерял отлично но почему здесь все мосты разрушены и чтоб тебе не так просто я думаю если мы вернем яйцо то сможем уйти без особого труда так давай мне кажется в реале он бы уже схавал всех или испепелил это было великолепно и как умного правда она не причинила нам никакого вреда кроме один раз фулачки а так нормально ну волшебные существа куда умнее чем кажется людям моя бабушка тоже так говорит главное что мы не пострадали и вернули яйцо спасибо за помощь я бы не осуждала тебя даже если бы ты решил вернуться в хогвартс и не ввязываться ни во что касающиеся драконов может пора назад если ты готова тогда идем да идем знаешь после того как мы спасли драконов в осторожьем зале мне постоянно кажется что как только я выйду из хогвартса на меня накинулся не удивительно мы ведь устроили переполох на ринге и стащили у них яйцо дракона это верно но почему они на нас не охотятся они ведь не из тех кто подобные вещи спускает с рук разве что разве что они не собираются спускать нам это с рук нет как же я раньше не сообразила идем отсюда скорее мне надо отправить сову пока я даже не догадываюсь шо 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 такое как я могла быть настолько слепа окно задание засчитаны и типа как будто как бы все мне был не помешало немного по домам пройтись и да здесь она должна быть ну и сундучки конечно же вот дэми маска вот она сколько у нас яхо язык с этим страничка что летает или чего-то они сундук нам надо значит ночью это делать мы подождем просто ты теперь моя доме маска да сейчас посмотрим сколько у нас их и сколько надо ему может быть нам уже будет второй левел доступен потому что я бы тоже это сделал реально просто только замков остается нераскрытыми давай сначала в инвентарь распродать тоже можно ух 31 понятно ага значит инвентарь луны нам нас интересует луны 5 задание 5 всего 6 3 получается 3 штучки нам сто процентов надо 3 штучки а 3 штучки да посмотрим я одну нашел из 9 я знаю что здесь можно найти 2 с первым левелом можно тут пошире биться немножечко потом отправиться куда-нибудь дэми маску тут я забрал здесь одна да и здесь одна но все прекрасно 2 лова мы точно откроем ревеля просто по домам походить здравствуйте и не делайте резких поворотов наткнетесь на перо дирикола будет больно я к ней не заходил кстати это та которая это самое он жабу купить походу можно вупер юпту здравствуйте приветствую в клюве и хохолке я или клювс и волоса абраксанского коня сейчас нет тот торговец из от ресент кэч пол закупил у меня целую партию и вынудил лично ее доставить мне вообще-то пришлось магазин закрыть как мне кажется его кто-то обманул когда он покупал шерсть кошки вампус какой-то американец должно быть у нас здесь чем у меня даже не водятся так что же привело вас ищите шерсти лун теленка переди рекала собирает самой сложновато ведь птичка все время исчезает плутовка дириколов я тащила в лавку это да но их покупатели хотели вернуть деньги потому что по приходе домой не могли их найти могу себе представить как это раздражает и хуже бывает поверьте большинство поставщиков перьев вуперов уже наверное давно в больнице и не удивительно наверное будет как же они кричат но до чего чудесное оперение ради этого можно и тронуться да уж ничего не скажешь вредная у вас работа дело говорите скажу я вам я раньше сама таскалась существами хорошие были деньки но больно уж родители ворчали не моя вина что малышня нахватало блохо джамыра о вы бы их слышали нет уж лучше навозом заниматься и я хорошенько приглядываю за существами и забочусь правда не могу такого сказать о некоторых будущих владельцах и так хотите осмотреться у меня всегда есть что-нибудь новое и не от того что старые исчезает заходите когда можете пока еще есть что купить а то твари у нас не задерживаются ёб твою спасибо я зайду еще никуда не торопитесь и спасибо что зашли необычайно рада а что у вас можно купить до какого рода товар вы ищите у меня есть все связанное с существами вроде норм метро это вроде и не очень норм вроде удержался вернулся на место перо дирику хирикулы всякие продать предметы нету на продажу почему-то у нас предметов подозрительно подозрительно паша реально нет ничего на продажу ну то что мы и можем продать рада снова вас видеть заходите когда угодно револю хорошо тут мы побывали но здравствуй хоксмит здравствуй хоксмит побродим немножко по вашим замкам так здесь мы будь ходили и все тройки единичка аллахомора почему это надо так и туда смотрю хочется открывать хотя бы второй level а там где второй там и третий все очень просто револю суночка а здесь эти петинь петинюшки блин там лек сундук где-то ты его здесь сканишь а ну да все окей все понятно а я чего просто открыт не залутанный мной тоже неплохо давай дальше лек предмет нифига реально неплохо как пожелаешь да нормально о гвардс револю читая почта что ли какая увлечен процессом так сказать третье левел не пун они вроде ну да фиг попадешь я не знаю даже как а ну здесь а у а лохомора открыли ты теперь моя доме маска револю значит три потому что эту локу я не помню страничка ой-ой-ой-ой единое место в трех метлах у едины так это укромный уголок рядом с главным залом паба профессора хогвартс профессора хогвартс часто использует его чтобы избежать столкновения столпой студентов вполне вероятно и совсем не удивительно если студенты тоже довольны что у их профессор есть свой уголок уголок еще один лек предмет блин совершенно неплохо вот так это ходим прям неплохо так как отсюда мне выйти так ну вроде не отсюда заходили но ничего третий я вот ищу вот эти два сундука но они здесь как-то заколдовались сука что ты хер найдешь дэми маска но они вишни у пепина они где-то вот тут если на свете местечко уютнее хоксмида а если здесь вход есть ли не реально это какой-то прикол ну вот же она диме диме маска ревеля где вот углета вот вот я подсветила и два сундука не спешите осмотритесь у меня огромный выбор замечательных книг для пытливого ума пусти родной а туда за твою фальш фальш стену ну так лестницу ты делаешь ну и на второй на втором я уже тысячу раз был типа может я чё пропустил ты теперь моя до мимо ревеля вот видишь он даже говорит эту фразу туда и не пройти никак честно я не знаю он знал бы я да если бы я там всех смотрел конечно это я вообще не всех смотрю ревеля если чуть смотрю то я смотрю в основном аллахомора ща мы весь город залутаем если я кого-то смотри у кого-то смотрю хогвартс то я смотрю то есть товарищ по очень стараюсь реально не смотреть то что я вот что 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 я не делал то есть это зачастую то что я уже смысл то есть то что я сам уже прошел то я и в принципе и могу посмотреть так это просто другая дверь шутку закрыта не представляю второй левел лишь 3 3 2 не представляю как сегодня по игра игра так это продавец это не интересно ревеля так это этот вот тоже видишь а нет замок может этот будет за левелом ниже замок третий так ну здесь уже этот давай левее пойдем немножечко по идее вообще там в понты осталось здесь тут должны домики быть ревеля страничка магазин одежды а пока вот деми маска ты теперь моя доме маска еще и сундук ёпать наша дорогая сразу предупреждаю у меня закончились носки так что если ваши ноги воняют решайте эту проблему сами если ноги воняют мне кажется носки уже не помогут скрытность тоже было бы неплохо прокачать как будто бы ну пока нет так хорошо давай посмотрим инвентарь что у нас там есть семь лун семь лун у него одна есть надо всего 9 да то есть еще одна это изи все тут мы вроде как в этом городе то что можно открыть с первым уровнем алахоморы да то есть мы можем уже то есть мы уже это все забрали как будто бы информация не точная в области конечно их 10 штук ну там устанешь бегать ну вот сюда например нижний хоксфилд статуи деми маски одна штучка там есть мы как раз ее заберем можно даже 2 интересно так жаль его вдовую ревеля хорошим человеком ай хорошо хоть мы типа два дома спасибо вам это ты еще раз спасибо за спасение я тебя не забуду да не так давно кстати мы его спасли это вы спасли моего спасибо вам что нашли моего арчи даже не знаю что бы я делала без него он все что у меня есть и так похож на ревеля пожалуйста чё понятно так и так 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 мы где вообще мы где 4 а у вот здесь поселение много понял здесь мы забрали тоже вот поселение для огонек я не открыл понял здесь вот мы не забрали давай слетаем чё не нам это ничего не стоит летаем я как раз огонек открою и даме маску заберу будет у нас одна в запасе только эту мужичку для волшебников весьма лестно что меня включили в программу чего 2000 что мне кажется не там не там метка ревеля давай уже пешком чувством мне кажется у них эти вот они их кошмарят типа акция инцидиум империя блять не на того бомбарда да вот эта мелочь она вроде ничего серии блять какая вода не лазит мне кажется деревня скажет спасибо мне кажется деревня скажет спасибо бомбарда 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 инцидиум это победа мне тяжело далось тяжело инцидиум не особо тяжело это когда у тебя все хилки блять кончились вот это тяжело реально так давай вы вылезем наверх ревеля прогуляемся здесь говорят типа если левиоса левиоса дефиндо склад инцидиум вот когда язык типа левиоса дефиндо дефиндо мне прям интересно я поэтому я ничего не делаю ладно по старинке дефиндо бомбарда инцидиум просто нет левиоса на основной и поэтому приходится включать вообще что это третье ревеля нет полный херь аллахомора аллахомора в этот раз долго ревеля ну и же здесь ничего нет огонек какая приятная встреча мой юный друг привет ревеля тут может ревеля нет так в этом домике мы не были на ухом ухом а тем мы какие то нам дали визуал хорошо а уж светло ничего я думаю мы и так найдем два что тут у нас дэми маска нашли походу только я не вижу что-то на третьем значит давай скипнем ночью будем гораздо лучше ты теперь моя доме маска а вот я правильно пришел шли в нем реально походу не видно я хочу вас блять творится ревеля а у у у у у у у мне кажется они там лишь заняты поэтому я могу вообще начать вот это неудобно почему я не могу мне же решать Дифинда Бомбарда Дифинда Восемь ног это уже чересчур Я верну этот гоблинский шлем Акция Восемь ног это уже чересчур Дифинда Ревелю Ревелю Ну так Был пока Пока тут Вот что это они Похуевали что ли Немножечко надо им дать просраться Не уверен что смог бы тут жить Да че такое Ревелю Нормалек Сидит блять Ты уж перепил походу мужик Куда так уярить то Я смотрю ебнешься и все Пиши пропал Не Ревелю Что это вообще Хуево дела походу в деревне то идут Здесь я был Че там торговец говорит И продадим кстати сразу И снова здравствуйте мисс Вульф Здравствуйте Чем могу помочь Ну ка Похвали меня Вы не слышали свежих городских сплетен Вы справились с бешеной топеройкой Мы все вам уже Я понял А что у вас можно купить Что у вас можно купить Вы ищете что-то конкретное Я просто нам про себя рассказывала уже Так Так Это пока нам недоступно по уровню А вот эти две надо бы определить Спасибо что зашли Надеюсь не в последний раз Ну видишь я уже пришел Раз К тебе Так Так Карта И выручай комната Нам нужна Чтобы Определить Вещи Это дадим луны А ну я хоть видишь этот Думает что вы должны гордиться Соприготовленными У меня все по фулу Так давай Один плюс Один минус Окей Это минус Согласен Плюс Динус 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 Ну я бы не сказал что Прям хороший плюс Да Так давай Луна мистера муна Окей Где они Как нам Куда Ну че Это тетрис Ну почти Такой он Серьезный Тетрис Здравствуйте Мистер Мун О приветствую вас Как идут дела с поиском статуэток Димми Масок Прошу Вот еще несколько лун О от одной мысли Что этих статуй больше нет Мне сразу полегчало Я ведь обещал помочь вам поработать над отпирающими чарами Когда у меня будет достаточно лун Теперь вы можете взламывать замки покрепче И все же мы пока не знаем чьих рук дело эти статуэтки Если че Короче их боится Если вы принесете мне еще лун Я научу вас самым сильным из известных волшебникам Отпирающих чар Во всяком случае Самым сильным из известных мне Угу А и все мы научились Продолжайте искать эти луны Вы спасете меня от безумия А заодно и выясним Кто за всем этим стоит Тринадцать Ему в следующий раз надо Ревелил В прошлый раз мы тут гуляли Вообще я эту дверь открывал Ну ладно Давай залутаем Я даже помню Что я ее открывал Да уж николай мне Так письмо Сироны До мира были Я почему не читаю Потому что я уже вроде читал его Да и че-то мне не гулять Падло Ревелил А здесь чего? Я этого битрейту Интернета Мама Десятку поставил Хорошо Кстати играл Огня И даже если я кликаю В бейсе Вам это типа По херу У вас ничего не меняется О, замка Под замком Давно их не видел Записочку Сейчас прочитаю Ом Ага Леозард Ты был прав Насчет Лукатрусов С меня к нот Ревелил Так тут какая-то Короче история Про лукатрусов А не Ну давай Погуляемся здесь Потому что я давно здесь Вообще говорю Не бегал Точнее бегал Но вот были некоторые двери закрыты Я это помню Поэтому я сюда пришел Угу Привет Привет, привет Ревелил Мадива Утром я получил Твое письмо И я рада Что дела у тебя И с надца Идут хорошо Пусть даже Это наша Кстати Кентофарик Последнее время Стало трудновато Сладить Что ж Это ожидаемо Ведь и твоя И моя дочерь Отличаются Как бы это сказать С сильным характером Мы по тебе Скучаем Но Мы понимаем Почему ты решила Покинуть Уагаду На твоем месте Наверное Я тоже Не смогла бы Здесь остаться Каким непредсказуемым Путям ведет нас жизнь Никто не знает Что ждет его впереди Даже те Кто обладает Даром предвидения Ну да Она учительница Мадива Ну я уверен Что для Вас с надца Все сложится хорошо В Ховарте Или где-то еще Жду от тебя Новых писем А пока Желаю тебе удачи Твоя преданная Понруга Амали Ривелио Хорошо О Аллахамора Под замком Я твой подписчик И это Мне греет душу Без шуток Это хорошо А еще Лайки ставить Вот это Вот это Вот комментарий На запись Стрима Писать Это вообще Улют Я так И по-человечески Я и не понял Я даже И сейчас И пробовать Не буду Не знаю Когда-нибудь Я созрею И разгадаем Все эти двери Третьи Ага Здесь прикольно Что здесь Часы Можно Увидеть Стоям Левиоса А даже Там же Этот А вот Видишь А тут Тут Конфринга Да Нет Конфринга Бля Тут Бесполетка Как туда попасть Может я это Зря сделал Ревелия Так Ну попробуем Ити в этом направлении Не Ну это Это полная Херота Нам сюда Не надо Я Блядь Я уж Поход Потерял Так Я запутался Немножко Так Это По-моему Это Понятно Давай Еще Выше Чего Ревелия И представить Себе Не можете Как неудобно Так Ну это Этот Госпиталь Типа Я же Его Это Открывал Конфринга Ревелия Или нет Я страничку Здесь Забирал Вроде Что Сделать Надо И не Подсвечивается Пол Ничего Ты не Знаешь Николай Случайно Вингардиум Левиоса Репару Левиоса Депульсо Инцидия Как будто Все Что Можно Было Я Сделал Ревелия Ну тут Прям Заныканный Сундук Дверь Это Хотя Подожди Не факт А ну вот Жив Аллахомора И такое Бывает Так Я Че Ага Ага Сейчас Сундучок Замерю Ревелия Это Да Пускай Не так Интересно Но Зато Мы Лутаем Школа Чародействия Волшебства Хонгвардс Больничная Кролла Дежурница Летели Возраст Примечания Значит Пациентка Вошла в лазарет Без Головы Пройдя Перекличку В спальнях И не Не получив Никакой помощи Антиректору Мы заключили Что это По всей едимости Смена Маклаган Несмотря на Очевидные Коммуникативные Сложности Мне удалось Установить Что бедняжка Страдает Болезнью Исчезновения Я порекомендовал Немедленно Отправить ее В больницу Святого Мунга Части Ввиду того Что такое Заболевание Заболевание Требует Безотлагательного Лечения А также По той причине Что вокруг Нас Велся Почти безголовый Ник И без конца Как это Хезек Здесь куда Ударение Стел О том Как ей повезло Это Очень Отвлекает И если В дальнейшем Он станет мешать Мне приосмотрят Других безголовых Учеников Я буду Внужден Попросить Директора Принять меры Дополнение Пациентка Уже выздоравливает И скоро Сможет вернуться В замок Занятный факт Ник теперь Меня Избегает Очень Похоже На детскую Обидь Ревелия Кризер Кроде Такой Был Безголовый Ник Прикол Пришли А вот здесь Часы Здесь были Однажды Ну я вот тут Все забрал Вниз Ревелия Вот так вниз Хызы Хызы Как спуститься Спуститься Оно не дает Кстати Да Ок Все Пора Завершать Страдания Вот этой Херней И Чё Поговорить с Попьев Почему Так Внезапно Исчезла А Ну это Продолжение Значит С драконом Нашим Как будто Можно Чтобы Сильно Не отвлекаться И не забывать Давай Это В Хогвартсе Рядом Да Тут Чё У меня так Видит Если здесь Выход Есть Вот же Выход Давай Допустим Сюда А там Мне кажется Уже Сможем Оттуда Уйти Будет Маршрут Он Перестроит Эта Штучка Штучка Ну вот Да Выход Типа Ну У нас тут Свои выходы На крыльях Ветра Опа Как хорошо Что ты В безопасности А чё я Там Мне Ничего Вот ты Где Ты была Не в себе Когда ушла Браконьеры Добрались До моей Бабушки Кто-то Узнал Меня В Хвасторожьем Зале Они До неё Добрались То есть Как Она В порядке По счастью Она В порядке Но они Побывали В её Доме В нашем Доме Они Думали Что Яйцо Будет Там Она Рассказала Мне Что Они Перевернули Всё Вверх Дном Кричали Что Из-за Нас Всё Пошло Прахом Мне Жаль Поппи Хорошо Что С ней Всё В порядке И Едва Ли Кто-то Из Нас Мог Такого Ожидать Этого Следовало Ожидать Я Недооценивала Браконьеров А Теперь В опасности Ещё Одно Существо О чём Ты Браконьеры Не Желали Уходить Пустыми Руками Поэтому Прихватили С собой Ценные Дневники Которые Попали К бабуле Когда Она Занималась Исследованиями Там Были Теории О том Что Снеджеты На самом Деле Не Вымерли А Скрываются В Некоем Тайном Месте Так Так Где Именно А где Именно Должны Находиться Эти Снеджеты По словам Бабули Дневники Зашифрованы И Это Великолепно Надеюсь Браконьерам Не хватит Ума Чтобы Отыскать Птичек Не Такие Глупые Бабули Помнят Лишь то Что Ключ К их Поиску Лежит В лунном Свете Она Полагает Что Подходящих Мест Не так Уж Много А Где Именно Должны Так Бабули По Мисклик А Отчего Браконьеры Так Заинтересовались Снеджетами На Снеджетах Можно Заработать Значительно Больше Чем На Драконьих Боях Перья И глаза Золотых Снеджетов Невероятно Ценны Потому-то Их и считают Вымершими Волшебники Охотились На них Испокон Веков Если Браконьеры Отыщат Их То Боюсь Представить В каких Ужасных Условиях Их станут Разводить И убивать Ради Наживы А чё это Такое Что за Создание Снеджет Это небольшая Птичка С золотыми Перьями Она просто Невероятная Её крылья Могут Вращаться Позволяя Ей Молниеносно Бросаться В любом Направлении Золотой Снич В Квидиче Был создан По подобию Снеджета А сотни лет Назад Их даже Использовали Во время Игр Какое Варварство Да Мы Викторину Прошлую Проходили Я так Понимаю Ты намерена Не подпустить Браконьеров К Снеджетам Бабуля Не хочет Чтобы я Вмешивалась Однако Я знаю Что она Сама Не своя От того Что браконьеры Охотятся За Снеджетами Если они Ещё существуют Когда мы Освободили Дракона То застали Браконьеров Врасплох Но теперь Они будут За нами Следить Нам нужны Союзники Те Кто достаточно Ненавидит Браконьеров Кому Небезразличны Живые создания Мерлинова Баборода Ты гений Кентавры Уж они Непременно Защитят Снеджетов Любой ценой Ну Поговорим Кажется Нам нужно Переговорить С кентаврами Попробуй Попробуй Всегда Стой Мне кажется Я без кентавров Справлю Как только У меня будет План Я дам тебе знать Пока Плана нет Да Ну Раз пока Плана нет Давай По сюжетку Сюзиточки Так Почему В Хогварте Амид Это кто Какой Амид Вроде тоже Наверное Ученик Походу Если он В Хогварте Амид Амид Привет Амид Скажи, это ведь ты говорил, что знаешь Гобледук? Говорил? Да, знаю. Я знаю Гобледук. Твой вопрос как-то связан с тем гоблином в Хоксмеде? Связан. Его зовут Лодгок. И нам нужна твоя помощь в одном деле. Мы договорились встретиться возле гоблинской шахты. Так ты поможешь нам? С удовольствием! Как интересно! А это... ну... может быть опасно. По-моему, он хочет что-то показать, но нужно знать Гобледук. Интересно, зачем? Он дружит с Сироной, если тебя это успокоит. Очень хорошо. Рад это слышать. Раз уж Сирона ему доверяет, то и мне бояться нечего. Да? Давай спросим. Ты сказал, что знаешь Гобледук. Насколько хорошо? Я читаю на Гобледуке с тех пор, как вообще научился читать. У моих родителей огромная библиотека. Хорошо знает. Так что в один день мне наскучила классика, и я взялся за произведение гоблинов. Я бы назвал тебе несколько книг, но ты все равно не поймешь. Угу. Но ты ведь хоть раз говорил с гоблином? Ты не поверишь, но нет. Я в предвкушении. Так что мне не терпится поговорить на Гобледуке с носителем языка. Как же хочется уточнить нюансы произношения и тона, которые могли от меня ускользнуть. Все-таки я самоучка, в конце концов. Ага. Гобледук уже ждет нас. Пойдем? Конечно. Только проверю-ка я произношение парочки ключевых слов. Встретимся на месте. А точно ли ты знаешь? Ни хера там. Не близко. Те там. Ааа. Ну мы тут были. Ну и огонька нема. Давай отсюда. И давай даже до страничек догоним. Так вот. Сюда мы не идем. А то это надолго. Хе-хе-хе. Отправляетесь на поиски новых приключений? Ага. Так. Заброшенная лачуга. Эта старая лачуга служила убежищем от непогоды для путешествующих ведьм и волшебников. Однако, сам временем, окружающее болото начало поглощать ее. В наши дни здесь обитает только пара-тройка тупероек. Че-то... А, это лабиринт вот этот. Блин, как будто можно. Лабиринт и сундук. И легендарный, кстати. Так, здесь тупик. Испытание мэр-эно. Нужно здесь осмотреться. Ревеллио. Так. И... Нифига себе. Это с бабочками. Здесь надо бабочек сюда засунуть. Вроде. А, или... Подожди. Конфринго! Да. Насколько я понимаю. Тебе видишь, он какой-то... Изломанный, что ли? Поглядим, что ты выдумал на этот раз, Мэрлин. Здесь их две, три... Ревеллио! А, три. Дефолт. Где же этих бабочек здесь? Конфринго! Это же бомбар, это сильнее заклик. Нифига себе! Ревеллио! Такого я не встречал. Ну-ка, давай свет зажжем. Вот как только я убираю что-то, мне оно постоянно надо. Здесь все-таки реально темно. Ну, просто сундучок. Просто нычечка. Окей. Давай, лезь. Ревеллио! Нет. Потом. Вот, шары лопнуть. Это да. Это я могу. Были их три всего, что ли? А, не. Давай. Метлу бы тоже вкачать на этом стриме. Было бы неплохо. Теперь она довольно легко качается. Надо просто маршрут пролетать. Даже не на время, а просто... О! Стоять. Одно-одно мы уже садились. Одно-то вторую. А, не на две мы сажали. Так, четыре надо. А вот еще испытание. Что же ты приготовил для меня на сей раз, Мерлин? Да. Пока даже не видно, что. Ревеллио! Конфринго! А? Подожди, вот я один. То есть один. Ну-ка, давай. Внимательно. Появляется вот этот из земли. Блин, а где еще? Конфринго! Может быть в поле видимости где-то, реально. Вон он. Мне хорошо на метеориальном ревеллио сильнее работает. Конфринго! А как я его... А как я его... Бомбарды может дальше летит? Бомбарда! Бомбарда, видишь, это электричество, как бы. Конфринго, вот. Конфринго! Конфринго, дальнобойная, как бы сказать. Ревеллио. Вещь. Конфринго! А, не, в принципе, нормально все. Окей. Раз. Вот так вот. Два. Блин, ну оно реально быстро. Да как-то. Это возможно. Это более чем возможно. Сам Мерлин гордился бы таким достижением. Потихонечку, помаленечку. Но мы довольно уже много реальных открыли, правда, нового. Сколько там написано сейчас будет? Ну, как сказать, это третий, наверное, или четвертый вообще прогресс. А или было уже написано? Так, шары. Подожди, давай тоже доделаем. Шарик еще один. Так, огонек сто процентов открываем. Полезная эта вещь, ваше руководство для волшебников. Испытание Мерлина ни с чем не спутаешь. Приветствую. Приветствую. Ревеллио. А, здесь один большой шарик. Да? Только куда его? Ну, наверное, логично вниз куда-то. Вон. Туда. Нифига себе. Я бы не сказал, что это реально близко. Это довольно далеко. Здесь до пульса чисто. Можно. Депульса! И покатилась. Ускорим процесс. Здесь может быть опасно, поэтому стоит вести себя поосторожнее. Угу. Катись, давай. Венгардиум Левиоса! Эти испытания Мерлина меня не остановят. Плюс один. Потихонечку, помаленечку, так и инвентарь вообще будет огромный, низший. Так, ну мы у нас главная задача вообще с Лоркеком, да? Встретиться, переговорить. Ну и вокруг все, так сказать, зачистили. Давайте подождем моего друга, который говорит на Гобледуке. А пока расскажите, зачем мы сюда пришли? Безусловно. К сожалению, когда я вручил Ранроку шлем Урткута, его реакция была не такой, как я надеялся. Он знал о том, как именно можно заполучить шлем. И заподозрил, что я воспользовался для этого услугами ведьмы или волшебника. А как еще он собирался вернуть этот шлем? Похоже, он просто не желает с вами мириться. Боюсь, что Ранрок не тот, от кого стоит ждать рационального поведения. Ну да, в этом... Черт бы побрал этого Брагбура вместе с его дневниками! Кто такой Брагбур? Это предок Ранрока, знаменитый мастер по металлу. Ладно, раз уж мы собрались работать вместе, нужно рассказать вам больше. Не так давно были обнаружены дневники Брагбура. И Ранрок отправил меня за ними. Там описаны некие хранилища, которые Брагбору поручили построить для группы ведьм и волшебников. Хранилища? Что вы имеете в виду? Огромные вместилища, защищенные магией и изготовленные из гоблинского металла. Ранрок нанял помощников для поиска этих хранилищ. Нам предстояло обыскать все места, связанные с людьми нами, которые упоминаются в дневниках. Рекхем, Фиджеральд, Бакар, Морганок и Руквуд. Замок Руквудов. С него мы и начали поиски. Зачем вообще Ранроку понадобились эти хранилища? Его интересует их содержимое. Ликами волшебники отказывались делиться с гоблинами магическими знаниями. Вы даже не позволяете нам использовать волшебные палочки. Поэтому многие гоблины, в том числе и я, никогда не доверяли волшебникам. Ранрок убежден, что в хранилищах содержится некая магическая сила, Которые волшебники хотят искусить царей. Он намеревался и намеревается передать ее гоблинам. Но он... А вот и мой друг Амит. Лучше продолжим наш разговор позже. Эх, дурак ты, блядь. Он не до конца слушает себя. Вы говорите на гобледуке. О-о-о, бага-ли-о-о. Довольно. Неужто вы думаете, что это и есть гобледук? Я... Ну... Да. У меня просто произношение хромает. Ведь разные диалекты. Дело не в произношении. Я так и знал, что такая хуйня будет. Надеюсь, читаете вы на гобледуке лучше, чем говорите. Конечно, сэр Лодгак. Просто Лодгак. К счастью, нам лишь нужен тот, кто может разобраться в рукописных планах. Ведь я не могу пойти с вами в шахту. Так это же ваша шахта. Гоблинская, сука. И почему вы не можете пойти с нами? Нам нужно понять, что знает или замышляет Ранрок. Какой-нибудь его сторонник Растяпа наверняка бросил там пометки о планах. Но я не могу пойти с вами, поскольку есть риск, что кто-то донесет обо мне Ранроку. Вам нужно лишь оставаться невидимым. Ну, тоже верно. Как для глаза над зачарованной дверью, так и для сторонников Ранрока. Стайлс? Ну-ка, давай про дверь. Что еще нам нужно знать о зачарованной двери? Дверь не откроется, пока глаз вас видит. Вы вдвоем должны стать невидимыми для него, чтобы войти. Насколько я разбираюсь в магии волшебников, это не должно быть сложно. Мы с Амитом можем это сделать. Я буду ждать вашего возвращения. У нас там одно очко есть, да? Еще свидимся. Как будто бы пригодится сейчас. А, ну, без полета. Я тебя унял. Ну, конечно, мне это все не нравится, блядь. Потому что, конечно... Ревелия! На сути, сами под себя копаем немножечко. А вот это фигня... Ну, не вот эту, конечно. Мурлаком, блядь. Нас интересует больше. Эта дверь смотрит прямо на нас. Да, что-то я... Сразу спалился. Ну, как сундук. Только дверь. Ай! Шахта глаз. Логично. Книги так сильно отличаются от реальности. Да, родной. Стоящая гоблинская шахта. Она еще более поразительна, чем я ожидал. Смотри. Сейчас будет. Я хочу просто свой стрим открыть. На телефоне. Разузнайте планы. Иран Рака. Даже не верится, что я встретил гоблина. Разузнаем, как можно больше, и будем выбираться. Посмотри на этот лифт. Такое простое устройство, и так мастерски спроектировано. Кроме того, что это отличная работа, это еще единственный путь. Как несколько уровней сны. А? Ты про... Как сказать, левел? Ну, типа, левел. До сих пор не верится, что мы в настоящей гоблинской шахте. Акция. За что-то я делаю. Ну, что-то я не пойму, что я делаю. Ревел. Акция. Будто левелся есть. Левиоса. Нет. А венгардиум левиоса? Венгардиум левиоса. Тут же нет. Ревеллио. Или я уже сделал. Так, ну давай на толпу заберем. Я читал о таких шахтах, но это совсем не то же самое, что увидеть ее своими глазами. Акция. Ну. Молодец. Слышишь? Так, Амит, соберись. Я проведу тебя через эту шахту. Давай по стелсу попробуем. Да, понял. Ну, одного точно чпукнем, блядь. Этим. Петрификус Таталус. О, там бочка. Петрификус Таталус. Акция. Сэнди. Вот и все. И одного из них просто в бочку превратил. Я благополучно выведу нас отсюда. Обещаю. Одного в бочку превратил. И бочку эту кинул. Ну, две бочки получается. За нами следят. И эта дверь. Акция. Мы не сможем пройти, пока этот глаз за нами наблюдает. Да я тебя понял. Стараюсь не шуметь. А, сразу видно, стелс на руке. Тут просто по-другому не сделаешь. Даже если у тебя фулл вкачано, то Петрификус Таталус вроде на двоих работаешь. В общем. Ну, не факт. Ну, я быстро. А если быстро работаешь, как будто и стелс. Да, только это, блядь. А, еб сюда как-нибудь залез. Было бы реально неплохо. Конфинго. Конечно, логика вы... Ну, в этой игре такая логика не работает. Если. Если заскриптовано, что типа тебя увидели, значит тебя видели. Если нет, значит нет. По сути. Но стелс есть миссии. Подожди, ну это же мы зачем открыли? Ну, как будто, блядь, вот так и хочется наверх как-то залезть. Ну, так-то и не залезешь. Хотя, подожди. Дальше идет проход дальше. Ну-ка подожди. А, просто кажется, что ты продвигаешься. Ну вот, подъем наверх. Я такой человек, и я как бы, если вижу сумму, то хочется его забрать. Акция! О, получилось. Вот тебе и... Чуть-чуть подумать, называется. Легендарный сундук. На базу. Да, вроде все. Дальше. Гоним. Давай-ка здесь осмотримся, Амит. Может, найдем какие-нибудь планы? Где-то здесь должны быть планы. Где-то здесь гублины. Видишь, не все переведено. Какая-то схема. Они что-то строят. Ревелли. Не могу разобрать. Любопытно. Здесь должны быть и другие записи. Ты можешь, кстати... Можно реально разбираться в языке, но если ты... Каких-то технических, например, терминов, да? То есть, какая техническая тема, да? Не понимаешь, но ты и не поймешь нихера. Это просто гениально. Понимаешь, я кидаю в одного бочку, превращаю в второго бочку. И кидаю эту бочку в Человле. Это гоблины должны быть умными и добрыми. Но это просто улет, я пускал. Как интересно видеть записи на гобледуки, сделанные рукой гоблина. Какие удивительные здесь розчерки. Скажи, если увидишь еще какие-нибудь планы или схемы, нельзя возвращаться к лотгаку с пустыми руками. Да сейчас мы все заберем. В принципе, на изи. Деньги. И лут. И записи. И все, что хочешь. Так, это хилка. Мы ее взять не можем. У меня фул. Так, давай снизу посмотрим. Мы даже так же вторую оставим. Так, подожди, а мы откуда пришли? Мы отсюда и пришли. Ну вот как туда. Убери, а че? О-о-о, дам сюда. Ревеллио. Если я правильно перевожу, а я думаю, что правильно, они строят что-то большое. Ну а что? Я обязательно выясню, что они здесь строят. Хватит налегать на пудинг. Да сейчас я принял тебя за трое. Я умею быть незаметным. Сейчас покажу. Петрификус Таталус. Кто там? Кто там? Народ, никого нет. Боишься, что придется драться? Да ты пока додумаешься, дурак нахуй. Я уж у вас всех тут перей... А, не работает, видишь? Ща, подожди. Чу, блядь. А я не могу перекаты делать? Ну вот он, типа, за нас пока. О! О! Я просто стою. Стою. Стою, смотрю. Стою, смотрю, что они будут... Ой, блядь. Мисклик. Че они будут делать? Мне прям интересно. Вариант, когда такие сильные заклинания есть. Это я просто... Это я еще на ревнюю магию не из-под же. А это ульты. Такая серьезная. Сундучок со сказками будет у нас? Два даже сундучка. Так, ну тут мы это все на... Раз мы все потихонечку. Если бы можно это заклинание было юзать, например, если на нем... Ну, щит, не щит. Типа вот если было бы неважно, то это вообще угар. Ну тут дальше проход. Все окей. А вот эти планы, да? Еще одна схема. Что они хотят построить? Эта шахта слишком мала для таких планов. Конфринго! Ревеллио! И вот это есть. Акция! Не знаю зачем. Что-то, наверное, я сделал. Подожди. А там мы не пройдем, да? Давай еще раз я удостоверюсь в этом. Тут глаз палит на нас. Ревеллио! Туда как бы не это... Прохода нет. Угу. Угу. Ревеллио! Пять, шесть, всего цели. Семь. Кто здесь? Слишком много здесь, то, что можно кинуть, ребят. Чув за твою гибель. Инцентер! Класс! Дефиндом! Конфринги остановишь! Я сражался, когда тебя еще на свете не было. Акция! Инцентер! Извини. Не вышло. Империум! Бежать, пока был жан. Неплохо. Инцентер! Я могу и лучше. Акция! Нет! Я оторву! Твои заклятия отменят. Дефиндом! Как-то неразумно возвращаться тем же путем. Инцентер! Да все. Я думаю, это последний. Похеренели. Угар. Это максимальный уровень сложности, кстати. Я говорю, я право не могу с этой херней. Я просто их закидал. Одного на свою сторону переменил, другого в бочку превратил. Вроде я это смог раз сделать. Так, ну тут вроде как бы и ничего и не забирать. Ревелия! Все как бы, да? Там это где-то там. Акция! Ревелия! Эзэ, что-то оно... Давай, зайдем. А теперь... Акция! Ревелия! Плохо дело. Они строят огромные буры. Настолько огромные, что в этой шахте они не поместятся. Выбираемся. Расскажем Лонгуку, что узнали. Понятно. А и что это они хотят? Конкретнее. Конфринго! Живут это. Теперь, наверное, акция. О! Че-то пошло дело. Че-то, наверное, открылось. О, лифт, ебать, холодильник. Не знаю, то я делаю, не то. Мне кажется, правильно. Мне нужно перевести дух. На такое я не подписывался. Рев... Спасибо, что пошел со мной, Амит. Раз мы выяснили их планы, пора выбираться отсюда. Так, ну мы тут были, нет? Какая приятная... Ревелия! Ты че там? Ревелия! Понял? Че-то вот кто-то говорит, но... А это... Их нет тут. Как бы. Амит, мы почти выбрались. Смотри-ка, там лифт. Вот уж, кстати! Где? Вот этот лифт. Ну, вроде так шли. И наверх. Ну, там, да, пару сундучков осталось. Ну, я думаю, ничего страшного. Пожалуйста, давай поговорим о том, что сейчас произошло. Да что произошло, блядь? Ну, пару... Пару заварушек. Плохо было, да? Плохо? Просто ужасно. Пожалуй, хватит с меня на сегодня приключений. Да и на всю оставшуюся жизнь тоже. Спасибо, Амит. Без тебя у меня бы ничего не вышло. А сейчас мне нужно поговорить с Лодгаком наедине, если не возражаешь. Понял? Я вас оставлю. Все, газуй. Я сохраню ваши гоблинские тайны. Но однажды напишу книгу об этом приключении. Окей. Давай. Так. Они строят огромные буры. Мы обнаружили чертежи. Должно быть, Ранрак ищет хранилище. Боюсь, так есть. Все перекопает, блядь. Все упалет. Но я не знаю, где еще. Помимо замка Руквудов, он собирается их искать. Ваши слова перед спуском в шахту не выходят у меня из головы. Да. Если вы разделяете взгляды Ранрака, с чего бы вам мне помогать? Прибыв на поиски в замок Руквудов, я полагал, что там никого не будет. Но я с удивлением обнаружил там ведьму, которая устроила в замке что-то вроде импровизированного центра для исследований. Она так внимательно что-то изучала, что поначалу не заметила меня. Когда она подняла взгляд, я думал, что она испугается или возмутится. Но вместо этого она сделала то, чего я никогда не забуду. Чего такое? Не колеблясь ни секунды, она улыбнулась и предложила присесть рядом. Ну, да, правда. Она рассказала, что она ученая и показала мне маленький футляр необычной формы со странным символом на нем. Она была уверена, что он из гоблинского металла, но не смогла его... Это жена Фига. Она хотела работать вместе со мной. Мириам? Да. Но откуда вы... Это жена профессора Фига. Он рассказывал мне о ее работе и про футляр я тоже знаю. А-а-а... Она с таким почтением говорила о гоблинах, нашем уме и мастерстве. Я совершенно такого не ожидал. Ни одна ведьма или волшебник не относились ко мне с таким уважением. Поэтому, к собственному удивлению, я разрешил ей изучать футляр, если она позволит мне самостоятельно обыскать замок. Когда мы расставались, она пообещала поделиться своими открытиями. Угу. Прибыли новые последователи Ранрока, и мы начали копать. И в конце концов мы нашли первое хранилище. Ранрак был в восторге от нашей находки. Но пришел в ярость, когда я рассказал ему о Мириам. Отчитал меня за доверие к ведьме. Когда я узнал, что ее убили. Ты думаешь, что это Ранрак убил ее? Пиздец ебать. Я не хочу в это верить. Что там случилось? Я не знаю. После того во мне что-то изменилось. Я видел, как сила из хранилищ начинает менять Ранрока. менять их всех. Угу. Я больше не мог в этом участвовать. Спасибо, Лодгак, за то, что рассказал. Я рассказываю вам все это, чтобы вы понимали, что стоит на кону. Ранрак так и не отыскал все дневники Брагбора. Но из тех, что оказались в его руках, можно понять, что в какой-то момент Брагбор построил намного большее хранилище, чем то, что расположено под замком Руквудов. То, что вы сегодня нашли здесь, глубоко меня тревожит. Если Ранрак узнает, где находится это хранилище, боюсь, нас ждет большая война. Кстати, Лодгак знает, что у нас ищут реально все гублины, браконьеры, блядь, эти Руквудовцы. Как они, Пепламбы. Короче, да. Персона номер один. Ну, Лодгак, как персонаж такого очень прям такой. Вообще, если у нас хороший. Шар опять засполнился. Надеюсь, профессор Фиджеральд проверила, что хотела. Мне нужно как можно скорее пройти следующее испытание. Да? Мы еще тут не были, хотя игра нам в принципе позволяет сюда уже ходить, летать. Как бы, да, у нас всего половина, типа. А вторая половинка маленькая, да? Мы еще не были. Даже вот здесь я не прилетал. Я хотел. здесь два испытания, Мэрлина. че там по заданиям-то? Найдите место третьего испытания хранителей. Поговорите с портретом профессора Ниофф, Фиджеральд, который находится в зале картографии. Я думаю, медлить не стоит. Я думаю, ну стоит все-таки пройти здесь пару испытаний. Одно хотя бы. Попробуйте. Потому что по идее я уже знаю, как они все разгадываются. Вот почему-то хочется их разгадывать. С виду приятное местечко. Поделать. Вон ближайший, например. я знаю, что это такое испытание Мерлина. Ривелио. Бабочки. Люмос. Да прыгай ты уже. Давай, давай. Не хочет. Ривелио. Пожди, так это уже другая часть. Тут бабочки нас интересуют. Нужно найти бабочку сначала. там уже ну вот вообще там вижу сразу два. Акция. Это вот шарик сюды надо. Сюда здесь прям рядом и не зачем так их поставили. вот бабочки. Они как бы видишь довольно близко к этой находятся. Ривелио. Вон еще одна и там наверное тоже будут бабочки неподалеку. Ланшот. Поступать так с беззащитными существами позорно. О, поймаем поймаем или она нам не особо нужна. Можно взять. не помню где у меня третий вроде. Ползи давай малый. Профессор Ховен ни за что в это не поверит. Что ты поймал пушечку? Да уж. Ага. Так одно есть. Сегодня мы нужна 5 или будет 5 это до этого где-то 2 да точно. Ну здесь прям простейшее испытание. Давай его активируем. Венгардиум Левиоса. Небось. Хе-хе. Не так уж и сложно Мерлин. В воде прям круг. Самый простой это когда реально большой шар один. Да? Что я хотел мы сделали? Здесь так много хранилища сокровищ, хранилища сокровищ. Ну давай до этого. Не знаю зачем, но мне хочется. сокровища все-таки. Хе-хе. А так. Как же его прям здесь. Так и здесь вот такая тема. Вообще листочек лишь нарисован левиоса. То есть нам нужен вот этот вот этот нам надо. Видишь он сама выключилась. Левиоса. Можно открыться. Открылась. любопытное место. Да. Любопытное. Еще и свет горит. Блядь, а я здесь был что-ли? А, не. Че здесь? А как? А, наверное, у нас этого нет. Или есть, поди. Ой, не то. вот это надо. Трансформация. Не? О, как. Вижу, он прям светится синим. Ебать, я так давно не пугался. Хорроры какие-то. И она с обратно выкинул. А ну, давай еще раз. Так, ну, сундук он дал все нахуй, блядь. Видишь? Блядь, здесь прям близко. Давай, так, бахнем. Вот, зал картографии, конечно, не так близко будет. Ну, почему бы не полетать на метле? о, чую я, чую, что, видишь, что не делай, в игре все равно какой-то ты что-то делаешь. страничка там, хоп, хранящий сокровищ, хоп, у тебя там топеройки 10 штук на тебя нападают, пауки там, дворняги, эти дураки, пипломбы, гублины. Мне перестали говорить гадкие вещи с тех пор, как ты достал для меня тот лист ядовитой тентакулы. Да, ты больше не уебусь, а то потом опять вот это вот все таки же улутал или на другой. Какой у нас, блядь, почти 31-й, ну я думаю, ладно. Тебе не было страшно, когда напали тролли? Нет. Все нормально. Так, месяц-два. Месяц, блядь, ну похоже. Треугольник 3, квадрат 4. Квадрат 4. Так, треугольник 1. Пустой треугольник 1, а не пустой 3. Пустой треугольник 1. Правильно, а не пустой. Три. Подожди, наоборот. Здесь 3, а здесь 1. не пустой треугольник 1. А разве Себанин целый уродом из Фелдкрафта? Я думал, его семья живет в каком-нибудь месте побогаче. Говорят на Фелдкрафте. Так, вроде открылось, потому что камера обогнулась. Немножечко. Когда играешь, это чувствуешь, когда, наверное, смотришь не особо. Это видно. Куда ты, ебать твои, богу мой, блядь. Слезишь куда-нибудь? Ревелия. Второй такой сундук. А нахер он подсвечивается. Я его открывал. Я его уже открывал. Хайф. Ну ладно. Наверное, все было четко, он стояло все уже. Хотя нет, там сбросилось. О, елка, епты. Ну да, сегодня прям нормально такие лагули. В принципе, чтобы такого не возникало, можно вот так поставить. Я даже этого не замечу, кстати. И давай засейвимся сохранить игру. На, получается, на вот это. вручную. Так, карта, зал картографии нас интересует. Надо поговорить с портретом, как я понимаю. Говорите с портретом профессора Ньюфиджеральд, который находится в зале картографии. Красивая игра, понял? Именно красивое, что. Здравствуйте, профессор. У меня новости. Гоблины что-то разыскивают. Еще одно хранилище. Не они построили для этого буры. Ох, это меня тревожит. Эти хранилища что-то вроде футляра, найденного мной в замке Руквудов. Именно так. Боюсь, нам нельзя терять время. Взгляните на карту. К счастью, место проведения испытания близко. В Хогвартсе? Да ну. Вам ведь известно, что я возглавляла школу? Мой портрет висит в кабинете директора. Я была там и видела, как профессор Блэк узнал о вашем прибытии. И признаюсь, вы меня заинтересовали. Погодите, следующее испытание ждет меня в кабинете директора? Действительно. Я надеялась, что когда придет время, хозяин этого кабинета поможет нам. Но, увы, нынешнего директора по-видимому совершенно не заботит ничего, кроме его собственной персоны. Ну да, он такой гандом. Пока его там нет. Понимаю. Что ж, я что-нибудь придумаю. Хорошо, тогда я буду ждать вас у портрета. До встречи. До скорой встречи. До скорой встречи. Говорит директриса. Как же мне попасть в кабинет директора? Задание началось. Задание. Там два новых этих... Совы. Нужно спросить профессора Фига. Может, он знает, что делать? Да, наверное. Давай, давай. Я всегда говорила, что... Эй, да еб... Твою богу муть, блядь. Не дают выйти. Ладно. Значит, братишка, тебе надо телепортнуться. Ревеллио. Ревеллио. Эть, эх, ты чего? Давай поговорим. Расскажем ему. Мы ждали. До этого еще раз подождем. Ничего страшного. Демимаску надо забирать. Тем более на таком видном месте. Ты теперь моя демимаска. О, теперь можно еще раз. Профессор Фиг, хранители показали, где следующее испытание. Ну, надо же. С чего это вдруг? Мы с Лодгаком узнали, что гоблины разыскивают другое хранилище, вроде того, что мы видели в замке Руквуд. И они строят огромные буры, чтобы продолжать свои поиски. Кажется, профессор Фиджеральд крайне этим обеспокоен. Понимаю. Очевидно, Ранроку известно куда больше, чем мы думали. Да, сэр. Это еще не все. Лодгак знал Мириам. Он знал Мириам? Они встретились в замке Руквудов. Она проводила исследование. Именно там она и нашла футляр с порталом. Она ему так понравилась, что он позволил ей забрать футляр вопреки приказам Ранрока. Даже не знаю, что сказать. Она практически любого могла завоевать. Я хочу узнать больше. И не мешало бы поговорить с Лодгаком напрямую. Но сейчас на это нет времени. Где будет следующее испытание? Хотите верьте, хотите нет, но в кабинете директора. Нет. Что ж, тогда вы должны узнать пароль, чтобы каменная горгулья вас пропустила. Спросите у домового эльфа-директора. Я не знаю домового эльфа-директора. Станет ли он со мной разговаривать? Он наверняка верен только ему. Верен. Так что без маскировки не обойтись. И у меня есть идеальное решение оборотное зелье. Внешностью и голосом вы станете точь-в-точь, как профессор Блэк. Разве для оборотного зелья не требуется частичка того, в кого хотите превратиться? Да и варить ему нужно целую вечность. Все верно. Так откуда у вас готовое оборотное зелье для превращения в профессора Блэка? Никогда не узнаешь, когда такие вещи могут пригодиться. Скажем так, после бесполезной поездки в министерство по его поручению. Я подумал, что нужно быть готовым ко всему. Ты тоже такой авантюрист. Это зелье, а я объясню дальше. Я знаю один... одну фишку. Я прям директором стану. Ну как вы? Как вы тут? Невероятно. Но как-то уж слишком из-за рта воняет. Как я звучу? Убедительно. Я взял на себя смелость трансфигурировать вашу мантию. Как мы и говорили, вам понадобится узнать пароль у Скроупа, а он может быть где угодно в замке? Попробуйте поискать профессора Кагау. Она взялась изводить несчастного эльфа насчет Квиддича в надежде, что тот сможет убедить Блэка передумать. Пока безуспешно. Понятно. А если профессор Блэк меня увидит? Предоставьте его мне. Я скажу ему, что нам нужно встретиться с представителем министерства в Хоксмите. Так что у вас должна быть куча времени. Он скажет, бля, а что он не пришел? Встретимся потом в зале картографии. Довольно странно слышать слова благодарности из уст профессора Блэка. Увидимся там. А теперь нужно найти домашнего эльфа-директора. Как же это? Стал директором Хогвартса. Изи. Профессор на побегушках. Директор на побегушках. Ёп. Говорят, там есть ключ в... А, заблокировал телепорт. Профессор, у вас найдется минутка? Профессор, я как раз вас искал. Я... Я... Весь в делах, профессор Шарп. Весь в делах. Понимаю, сэр, но... Вы обращались ко мне по поводу одного зелья и... Я... В каком зелье? А, ну да, зелье. Ну так выкладывайте, Шарп, не торчать же здесь целый день. Полагаю, лучше поговорить об этом в другом месте, сэр. Ну почему какой-то палево? Ну давай первое. Первое. У вас, Шарп, можете говорить свободно. Ну хорошо. Я изготовил зелье от прыщей и фурункулов, как вы и просили. Могу принести его вам в кабинет, когда скажете. Ну да, конечно. Обойдемся без конспирации. Пусть кто-то из учеников принесет его мне. Из учеников? Хорошо, сэр, раз вы настаиваете. Настаиваю. Большое вам спасибо, Шарп. Надеюсь, вашего зелья хватит, чтобы вывезти все мои фурункулы. Осталось решить, кому из учеников достанется эта незавидная задача. Гордитесь, чистокровные. Будущее за вами. Я ж с открытым ртом как ты себя ведешь. Мне показалось, что это директор идет. Ты что, понял? Понял, что ли, что-то? Я с тобой говорить не буду. Ты сейчас спалишь всю контору, ебутую. Блин, Новый год прям на дворе у них. Хотите поговорить со мной? Обратитесь к моим секретарям или кто там у меня есть. А сейчас провалим... Профессор Блэк, как поживаете, сэр? Как, родный? Давай поговорим. Мистер Мракс, и куда же вы направляетесь? Прошу прощения, сэр, я просто направлялся во двор. Никак решили устроить себе выходной. Типичный ученик, тратящий время. Мне... Мне нужно написать эсэ на 20 дюймов об одьяне. Я шел в теплицу. Ах, да! Если его смешать с... гноем бубантюбера, то получится весьма недурная паста для усов. Да, отличная паста для усов. Вы хорошо себя чувствуете, сэр? Вы на себя не похожи? Уверяю вас, я вполне здоров, мракс. Если мне потребуется диагноз, я обращусь в больницу святого мунга. Профессор Блэк окончательно тронул. Что у него так подействовало? Бодьян или губной? Профессор, на пару слов. Да-да-да, Профессор Блэк, послушайте, еще не поздно пересмотреть решение касательно квиддича. Да, я подумаю об этом вопросе. Можно провести пробы и немного укоротить сезон. Так будет лучше, чем совсем без квиддича. Хорошее предложение. травмированный ученик, мадам Кагава? Профессор, кто только не получал бладжером по голове на поле для квиддича. Иногда это только на пользу дурь выбивает. И никаких последствий для них не было. То, что это произошло с чистокровкой, не повод для... Что за бред? Я о том, что для вас какая-то дурацкая игра важнее здоровья ученика. Дурацкая игра? Да. С вами иногда просто невозможно говорить, сэр. Я размышляю написать насчет вас в Министерство в отдел магических игры спорта. Вперед! Хорошая мысль. А если вам нужен пергамент, можете одолжить у меня. И где это носит моего домашнего эльфа? Я... пергамент? Что ж так и сделаю вместе с удовольствием? Да-да-да, пошел обахуй. А скроупа я видела в большом зале. Похоже, он меня избегает. Ммм... Интересно, почему? Хорошего дня, мадам Кагава! Ахахаха! И чем мы заслужили такого директора? Да еб... Кайфуй, жесть! Пока я тут... каждый день я задаюсь вопросом, зачем я дал министерству согласие занять эту должность? Ёп твоё. Давай, легким бегом, а то вот чё, директор бежит. Очень надеюсь, что это не из-за меня. Тихо ты. Узнайте пароль у скроупа. Приветствую! Точнее, не лязьте ко мне, дяди. Профессор, на минуту, пожалуйста. Здравствуйте, профессор. Профессор Уизли! Как... Как приятно вас видеть. Там броня с ума сошла, опять. Хорошо, что вы здесь. Мне бы хотелось эм... поговорить с вами о профессоре Фиде. О. Ну, хорошо. Мной было принято решение предоставить ему больше свободы действий. Свободы действий? Считаете это разумно? Честно говоря, я беспокоюсь за его учеников. Он почти не бывает в школе. А я по нему и не скучаю. Я знаю, но пусть все останется как есть. Понимаю, но позвольте сказать, меня очень волнует, что кто-то новенький так много времени проводит вне школы, вероятно, по поручению профессора Фига. до меня дошли тревожные слухи об их авантюрах. Начиная с посещения запретного леса и заканчивая стычкой с приспешниками Раннерка и рук в ударах. Что? Господи, профессор, это же просто слухи. Нельзя верить всему, что болтают. Нет, нет, конечно, нельзя. Ладно, я присмотрю за фигом, а вы продолжайте делать свою работу, с которой так здорово справляетесь. Вы просто молодец. Ну, что ж, я, э, э, спасибо. Но я бы с радостью занялась. Хорошо, хорошо. На сегодня все увезли, то есть профессору увезли. Хорошего дня. Мега полева. Ну да ладно. Здорово справляетесь. Свободы действий для профессора Фига. Мне никогда не понять этого человека. Это даст профессору Фигу небольшую передышку. Ну, когда ты пыл, когда сам по себе ёбнутый, то в принципе даже если такое твое поведение будет, то есть в принципе можно объяснить, что ты ёбнутый типа. Поэтому полевки как бы есть, но как бы нет. А, революция заблокирована. Идем. Да. Внимание, ученики, я заявляю, что с этого момента большой зал будет украшен чинными знаменами Пуффендуя. Ты чё думаешь? Чё за пиздец? Это лишнее было. Напомни мне пароль для входа в мой кабинет. Но хозяин заставил Скроупа поклясться. То никому не скажет, даже хозяину. Да как ты смеешь? Спарить со мной вздумал. Пожалуй, изменю твои уши подстать остальному. Да, да, сэр. Разумеется, сэр. Скроуп молит о прощении. Это семейный девиз Блэков, хозяин. Хм. Ну, конечно. Я хозяин запамятовал. Чё? Вроде он помешан на этой хуйне. Нет. Чистота крови навек, не так ли? Почти, хозяин. Скроуп думает, что хозяин его проверяет. там должно быть навеки вечное. Разумеется. И, конечно, как известно хозяину на французском. На французском? Конечно. Приказываю тебе произнести его вслух. Хозяин знает, что скроуп прескверно говорит по-французски. что ж, тужур пур. Тужур пур. Спасибо. Забудь об этом разговоре. Даже при мне не упоминай. Как прикажете, скроуп постарается не попадаться на глаза? палево. Действия оборотного взятия заканчиваются, вернусь-ка, я не понял куда. Вот, сука, почему недопереведено? Я не понимаю. профессор фиг был прав. Даже не верится, что это сработало. Теперь нужно сказать горгулье пароль. Ты, 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 ты же, ты же, как там, блядь. 31. Да? Нет? Ревеллио. И чё? Где горгулье-то? Ёб, что ты, блядь. А, о. Чё, нато и пуфендуй, блядь. А, видишь, эти на этой стенке на одной, а эти на другой. люмус. Так, это зал, банки, зал, стол. Ревеллио. Кафедра в виде совы. Служит местом, с которым великие директрисы, директора, Хогвартс, а также профессор Блэк, обращается отдельно, понимаете, вы выделили, обращается к студентам профессора. И профессора... Люмус! Иди сюда. Прикольно так, сука. It's very, very прикольно, я бы сказал. 30. Сейчас-то будет 31? Или все, лимит? Мне прям 100, на туре 30, все, лимит? Означает, что у меня осталось 0 очков талантов, и я их все распределил. То есть, выручай комнату, скрытный, все, нахуй, темные искусства, ключевые, все. А вот этот я еще... А темные искусства, уж как, как же. Алада Геннавра, погибают все, проклятые, враги. И не отменить, понял? Империя, я хотел вкачать, как минимум. Это-то херня, вот это реально круто. Накладывает проклятие на другие цели. Типа империя, плюс это, это хорошая комбо мощная. Лепенда не имеет смысла. Ключевые, я включил и много всадил. Вот протега мне в принципе реально и особо я... Блин, реально ли 30-30 лимитов, больше очки талантов ты никак не получишь, но... это прискорбно, я бы сказал. То есть, только уже за другого персонажа, понял? нахерик тут реально идти. Ну, вроде там был. Отправляетесь на поиски новых приключений? Я ему не впадлу, сука, ты такой удалите. Реально. Высоко сижу, далеко гляжу и ничего вокруг не вижу. Опа-ча. Нам не сюда, но мы сюда зайдем. Как я понимаю. Ревеллио. Опа-ля. О. 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 Профессор Геккотт. После нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Грингоца. Все они осуждают действия Ранрека, а некоторые подозревают, что цель его действия совсем иная, нежели он заявляет, судя по тому... А что он заявляет, кстати? Судя по тому, как он относится к тем сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я сколь не согласится с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе, тем временем необходимо сохранять бдительность с уважением Эзап Шарп. Ревеллио. Отражение какое-никакое. Блин, столько сундуков вокруг. Ревеллио. Тут явно нужен ключ. Вот и горгулья. Нужно сказать ей пароль. Портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой чародействия и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если представляется такая возможность. Нет, 31-й все-таки есть левел. Это... Класс. Только его надо... Его реально надо потратить с умом. Видишь, и много, где реально второй левел. Так что, блин, не зря мы вот это чуть-чуть реально времени потратили. Потратили бы еще меньше, если бы я ничего помимо этого не делал. Там, да, испытания Мерлина, там, площадка, там, Балкончик. Хироси. А тут третий левел. Ай-яй-яй. Просто вряд ли мы еще сюда сможем зайти, хотя... О! Привет! Распределяющая шляпа этой зачарованной шляпы была создана четырьмя основателями Хонгвартса как средство, с помощью которого ученики определяются в один из четырех факультетов школы. Имея опыт легиминции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Ревелер! Так, погоди. Что там тикает? Часы тикают. Слушай, тут лягу сундук прям на уровне же с этим кабинетом. Ну, это вниз. Окей, там какая-то записка, что ли, типа. А, дымимаска. Вон там. Или это замок был, блядь. Ладно. Значит, профессор Фик все предусмотрел. И что теперь? Подойдите к педесталу в прихожей и пошлите книгу, которая появится. Что в книге? Что же я найду в этой книге? Где перевод, сука? История. Это все, что я могу сказать. Возможно, часть покажется вам знакомой, поскольку я вдохновилась сказкой, известной многим детям волшебников. Мне кажется, просто прочесть книгу недостаточно. Вы не ошибаетесь. Поговорим, когда вы закончите. Она что, все это время была у директора под носом? А, вот она. Должно быть, это и есть педестал? Должно быть. ля, пропал, все. Где я? Профессор Фиджеральд, вы слышите меня? Я здесь, в этом месте. Ты можешь называть меня Ниуф. Твоему взору предстанет старая легенда. Но будь внимательнее. Порой что-то может быть не тем, чем кажется. Поспеши, но соблюдай осторожность. Используй то, что тебе попадется, чтобы найти меня. Прежде всего, тебе понадобится здесь, как и в жизни, смерть может принимать разный облик. во что бы ты ни стала, избегай ее. Я мурашки. проберитесь через год, чтобы вас не заметили. давай, давай. Надо было бежать, пока можно было. Я бы уже был на свободе. они ушли, но могут вернуться. Нужно выбираться отсюда. Куда же запропастилась эта Ниаф? Нужно точно рассчитать время. куда идти? Прямо? Трэш. Ясно. Лестница прямо передо мной. Какая нахуй лестница, слышь? Я вижу дом горячий. Я нихера не понимаю вообще. это без всяких пассивок я иду. Я могу сейчас в принципе вкачать. Смерть? Ебать меня. Кто это придумал? Такой наяву увидишь. Там крыша поедет. Нах. Как такое могло случиться? Тогда все чебе. Тут лестница. Может если поднимусь по ней они не найдут меня? Японский магнитофон. что у вас здесь творится? И смотри сколько их тут. Вот мой шанс. Ниев уже близко. Ого. Не ори ты бля мудак нахуй. Слишком много. Нужно перейти эту дорогу как можно быстрее. культ ты так мил вот куда мне нужно. Но надо придумать как пройти мимо них. Все. ха-ха-ха-ха-ха. Ебай. А как пройти мимо них? Ладно. Поспешил. Пока путь свободен нужно идти дальше. Ниев должна быть где-то здесь. Он сам юзнул заклинание. Слишком много. Нужно перейти эту дорогу как можно быстрее. Здесь тайминги. Вот куда мне нужно. Но надо придумать как пройти мимо них. а я не понимаю. Ладно. Может вкачать на одну пассивку. Сейчас наверное не вкачаешь. Ты кто? Они ушли. Но могут вернуться. Нужно выбираться отсюда. Куда же запропастилась эта Ниев? Слишком много. Нужно перейти эту дорогу как можно быстрее. Так вот здесь стоп. Здесь. Вот куда мне нужно. Но надо придумать как пройти мимо них. Как? Пока они отвернутся только. Вот один отвернулся. Идем дальше. Сейчас второго будем. Пускай отворачивается. Будень, блядь. Я обычно первыми таймингами иду. Всегда. Сука скримеры сраные блядь. Здесь никого. Только опасность на каждом шутке. Нужен другой путь. Нужен путь. Нужно возвращаться. Так мимо них не пройти. дверь. Заперто. Другой дороги нет. Только вперед. Реминовый отварь взял. Блядь. Уходи накуля отсюда. Ничего я в колде тоже мансил. Блядь. Был бы он тут один. А их тут три. Это мой шанс. Не ори. Шанс, блядь. здесь можно пройти. Че такое? Константин мантия мантия новый элемент. Что невидимка? Разве это возможно? То было дезам лиц но дези дези эллимин цена надо дези иллюминацион и заклинание сейчас это именно мантия невидимости как я понимаю ну очень интересно и одновременно страшно вот там и как куда мне идти туда и он не бегать не прыгать ничего направо да видишь быстрее пошел мне кажется все равно меня можно увидеть да все правильно потому что закрылась дверь сюда тоже нельзя ну я попробую пройти они меня совсем не видят можно подобраться поближе наконец-то путь свободен ну и где же вы Нилов охренеть не встать пока тебе удается обмануть смерть но меня ты еще не нашел ищи дальше но знай на этот раз ты не сможешь спрятаться возьми эту волшебную палочку но не трать ее необычайную силу попусту не трать попусту таинственная волшебная палочка никогда не чувствовал такой силы мои скиллы доступны мне фильтр черно-белый только первое а я и то что поставил что поставила игра ревеллио бомбар бомбар да да еб твою богу мы давай иди овечки курочки чё файт что ли файд что ли файд что ли файд что ли файд что ли Бомбарда! Дифиндо! Бомбарда! Дифиндо! Протего! Хорошо. Дифиндо! Бомбарда! Дифиндо! Бомбарда! Бомбарда! Дифиндо! Бомбарда! Ривеллер! Боссфайт может какой серьезный? Пока-то чисто так. Приколюхи. Бомбарда! Бомби! Бомбарда, Defender Бомбарда Defender Да блять, господи Бомбарда Я вообще совсем не привыкку нажимать Бомбарда, Defender Бомбарда, Defender Я хочу от мелких избавиться, блять А он мне триггер на тролле даёт Defender Бомбарда Defender Там, там, там и нет Так не даёт Да ты гонишь, ебать Чё, где, где скилл мой Хорошо у меня скиллки мои есть Это уже хотя бы хоть что-то Бомбарда Бомбарда Defender Бомбарда Бомбарда Defender Бомбарда 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 Да ей похуй Давай я битрейт и накину попробую 1020 хотя бы Не знаю, будет стабильно, нет? И всё заново Ладно Сейчас на скиле, блять Бомбарда Defender Бомбарда Бомбарда Депульса Бомбарда Defender Бомбарда Defender Бомбарда бамбата дефиндо атака хуйня блять я пытаюсь что-то именно протега делать но почему-то ебанистика получается дефиндо бамбата не могу кстати вот так останавливать анимацию дебильную блять еще и скиллы не на моих кнопках конечно это все оправдание но как бы да тоже имеет место быть бамбата дефиндо бамбата куда ты бомбардует удаешь ёб твою блять бамбата дефиндо 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 где толь где-то левый убил что окна я все сделал ну давай чё ты едва теперь тролля теперь ты пульс тэнда тивенда вам бадо тивенда хереть нахуй не успеваешь был прожимать вообще тебя столько целей что и думать не успеваешь еще и тыгер целей не очень им так сказал бомбарда 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 бтикин это бе вайта��у Девушки отдыхают. 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 ну прям ну знаешь очень прикольно твой путь и интерес кончен оставь скорбящих и иди дальше все не то чем поверить не могу что она все не то чем кажется бедные не а это она это ее типа церемония вы нашли меня но то что произошло вам изменить не под силу магия камня способна призвать только лишь мою тень уже хоть что-то однако нет света без тени как и тени без света тьму не всегда нужно истреблять даже если ты можешь это сделать помни об этом когда будешь в моих воспоминаниях чё чему свету такие загадки говоришь что я давай воспоминания твои посмотрим про мега понял тени дворник мочить или испытание мэрина проходить и сидора то что ты сделала для отца удивительно вот именно не тех чувств или следах этой магии перси валь может не беспокоиться я наконец-то придумала как удержать их и как же гоблинское серебро ты обсуждала это с гоблином да он не знает что именно мы хотим удерживать мы ведь даже не знаем каким эффектом обладают эти эмоции эти следы темной магии варите как перси валь главное что я знаю это источник концентрации и силы удивительно что они усиливают мои способности и магии то они не понимаю и сидора мы обуздаем эту силу с такой силой лучше не шутить попав не в те руки или я спасла отца не в представьте снова на котором мега способную на ведь каждый человек испытывает боль что ты делаешь вдохните чувствуете сидора надо прекращать ясно тебя вы же не скрывали эту силу столько лет потому что боялись человек же тоже состоит из боли на какой-то процент это его чувство а это ты забираешь это чувство по сути наверно это уже такое типа как дурак бесчувственно ходить ну мне кажется такое себе цвет цвет мы как красиво какие как и шарф блин офигеть ревелия гу поговорите с новым хранителем и сидора они не может быть неужели кто-то прошел первые три испытания все так и есть но они же это придумали начало первых знаю вы должно быть профессор бакар да приятно познакомиться я видел в омоте памяти воспоминания и сидора что вдыхало тягостные эмоции да ну ничего здесь пугательного нет да и не то что невероятно удивительно мне показалось что это дало ей некую силу и она могла ее использовать но как я вижу в вас скорее заинтересованность нежели отвращение потому я и не спешу раскрывать вам местонахождение моего омута памяти вам еще предстоит осознать что сила влечет ответственность и тем не менее узрев мои воспоминания вы получите безмерно ценные знания я должен подумать прежде чем поделиться ими ну подумай мне нужно время чтобы обсудить это с другими хранителями похоже придется подождать как бы это не раздражало у нас нет выбора я слышал что в начале капсулы сеток о тебе не подожди эмоции чтобы накопить силу да и еще вытягивала их без спроса у профессора фиджеральда и поступила так же со своим отцом чудовищно мало того она сказала что нашла способ хранить следы извлеченной ею магии в хранилищах из гоблинского серебра в хранилищах скорее всего в них но я не успел рассказать вам еще кое-что ранрак искал их в местах связанных с пятью именами он узнал их из дневников мастера по металлу гоблина по имени брагбар пять имен это хранители и кто же еще и сидора морганок именно вот почему ранрак постоянно нас опережал и в гринготсе и в башне и в замке руку раз уж хранители пока не говорят вам где будет следующее испытание предлагаю следить за ранраком может узнаем что-то новое может быть надеюсь лодгок даст о себе знать я не слышал о нем с тех пор как узнал о бурах и вы уже наверное знаете что ваш план с оборотным зельем сработал как по волшебству я так и знал возможно я перестарался отвлекая блэка оказалось он совершенно не умеет пить огненные виски похоже что как это выглядит то что она как бы по сути по сути и сидора их не слушала забирала вот эту боль у людей значит в гоблинское серебро засовывала да и в хранилище и потом каким-то образом то есть более она же не дает сама по себе силу возможно как-то типа там побочный эффект или квинтэссенция получается самого вот этого как это может реакция гоблинского серебра и это и получится эссенции наверно да как сказать боли дает эту силу может быть не факт но как будто так ну или что-то близко к этому ну это про вообще это надо помнение вместо моего превью надо ставить вот эту всю огромную смерть себастьян прислал мне совы похоже несмотря на наши прежние разногласия он хотел бы возобновить наши поиски последнего фрагмента триптиха а себастьян по-видимому нашел зацепку указывающая на его местонахождение хочет встретиться на побережье на юго-востоке он снать темы вообще давно ничего оставший феникс надо вот это и потом вот эти две дико очень интересные задания но они с животными связаны понятно вот и может это не так интересно еще посмотреть длительность стрима они с животными связаны понятно два с половиной давай снать и давай снать и я посмотрел длительность стрима не ну такой коротковат короткий стрим тоже не хочется делать так там ее значит мама это учительница прорицания и и она против чтобы найти превращалась в получается трансфигурировала получается да это называется в ну в животное какое оно ну типа как же его зовут то тип козы короче так сама близко на этот огонек и будет отойти назад ну это прям за развязка мне кажется игры уже скоро ну по сути мне кажется что все дороги ведут в хоксмит последний портрет да иди ты уже господи мы сюда зайдем здравствуйте заходите у меня много товаров хера себе стоять это хуже да и много вещей 31 и они хуже на порядок о мы нам уже доступна эта штука одна башка один плащ для головы вообще вообще не плащ если вам еще что-либо нужно нам бы это выручай комнату узнать что это за предметы все-таки три легендарки или сколько две легендарки да да мои хилки тратились а лол все и дурус дурус все сколько это full 12 здесь что ли full вот это не жалко будет у нас выбора не зря я гонял реально с full этим сколько носа ну мы еще можем нормально правильно до full а восстановиться круто что реально когда достал ты по сути забрал поставил следующие вот уже немножечко подождал да и уже тоже ставишь здесь собрал все там ставить не буду потому что уже full все по full чем прикол там круговое меню не было доступно там за месяц я думаю как-то будет пооригинальней что ли типа босс будет большая смерть например а так она просто ставила каких-то типа ну да в принципе много хилок потратил но там сложно что что много целей и в тебя сначала один гоблин там их два и тебе приходится прям то есть от одного уворачиваешься в тебя уже следующий хирота летит то есть ты можешь принципе бесконечная кувырок юзать там да ну ревельо да ну так я же забирал в страницу что ты готов покончить с харлоу на том перси на другом был ты готов покончить с харлоу да подожди только я уже не помню правда кто это но я засевлю игру я готов сделать все чтобы покончить с харлоу и знаю у тебя есть план нам нужно собрать сведения у друзей мистера бикла о которых упоминали арчи и миссис бикл это агабус филберт отто диббл и супруги ботвинс хорошо предлагаю тебе поговорить с каждым из них а я пока пойду в кабанью голову видела что туда направлялись пепламбы поскольку мама кабане голове и на пушечный выстрел не подойдет вряд ли она узнает чем я тут занимаюсь а вот ходить по деревне и донимать ее жителей лучше тебе где же мне искать его друзей не знаю насчет мистера ботвинса но его супруга дейзи нередко бывает в хоксмиде да и агабус филберт тоже а отто диббл работает в шапке невидимки думаю там ты его и найдешь а что конкретно мне нужно узнать у этих людей они могут знать какие свидетельства против харлоу есть у миссис бикл либо иметь собственные нам необходимо и вот я не помню реально половину хорошо я поговорю с ними узнаю что смогу я знала что на тебя можно положить нужно выяснить как рук вот и харлоу их шантажируют когда со всеми поговоришь встретимся здесь хочет руку да надеюсь когда ты вернешься я буду обладать большей свободой передвижения ну давай по очереди миссис ботвинс ох иско что же я наделала что же миссис ботвинс можно побеседовать с вами о теофиле харлоу я друг семейства биклов и пытаюсь собрать свидетельство против него бедные джоанны и малыш арчи а теперь харлоу похитил моего иско что вы имеете в виду почему я работаю охранником в гринготсе а мой супруг там разрушителем проклятий харлоу хотел чтобы я помогла ему убедить своих сотрудников отдать ему хранящиеся в банке сокровища и вы отказались разумеется я отказалась и не единожды я наделась что они сдались однажды я вернулась домой и обнаружила что мой супруг исчез а к двери ножом прикол это записка в ней говорилось что у меня есть лишь несколько дней чтобы помочь им с банковскими потребностями и что мой супруг будет признателен если я не буду медлить но харлоу хочет моей помощи но я не могу на это пойти и мой дорогой иско вынужден за это расплачиваться вы уверены что записка свидетельствует о похищении а что еще это могло бы означать вдобавок вернувшись домой я обнаружила что кто-то растоптал маргаритки в саду вроде мелочь но они были гордостью и отрады иско он бы никогда такого не допустил но почему харлоу не стал шантажировать вашего супруга иско еще меньше связан с сейфами чем я он ездит по миру с поручениями для банка он бы ничем не помог харлоу это я каждый день работаю в банке что очевидно делает меня отличной мишенью для шантажа вы сообщали харлоу что-либо после похищения супруга я ужасно беспокоюсь за иску но он не позволил бы мне пойти против совести а еще он чрезвычайно умен так что я надеялась что он быстро сбежит но этого до сих пор не случилось и я начинаю беспокоиться благодарю вас мисс ботвинс полезно знать на что готов пойти харлоу хотя новости это тревожное мистер биккл пытался нам помочь но погиб и теперь я не знаю что делать я приложу все усилия чтобы собрать свидетельство против харлоу хорошо вот это записка но вы должны быть очень осторожны пожалуйста не стоит рисковать мое второе имя риск миссис ботвинс мы надеемся что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи вам дали достаточно времени но наше терпение не безгранична ваш муж наверняка хочет чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества готовы ли ответить до конца недели этот разговор должен остаться между нами надеемся вы понимаете вот и весомые доказательства спасибо вам надеюсь еще не поздно теперь нужно найти еще двоих друзей мистера бикла отто диббл работает в магазине шапка невидимка ну не мог же он ее забрать быть может она куда-нибудь завалилась шапка невидимка попала подожди а я хотел какой-то невидимый плащ у нас должен быть нет или это так но временно временно какая-то а типа коня мистер диббл можно с вами поговорить о теофиле харлоу а мне нечего о нем сообщить а возможно вас заинтересует этот шейный платок прошу вас сэр я хочу помочь я говорил с миссис биком а вы знаете биклов ну ладно нужно соблюдать осторожность нельзя чтобы мистер хилл нас услышал я знаю мистер хилла он был добр ко мне когда напали тролли он хороший человек но даже он бы не понял эту ситуацию с харлоу все началось несколько недель назад я отвлекся читал записку когда в лавку пожаловал сами знаете кто я спрятал записку под прилавком и предложил помощь он смотрел на меня а затем попросил проверить его заказ я отправился в кладовую чтобы проверить заказ которого как оказалось не было а когда вернулся он уже держал в руке записку что было в записке это была весточка от рози хилл дочери мистера хилла видите ли мы уже полгода как втайне обручены мы еще не сказали мистеру хиллу он бы предпочел для нее более знатного жениха харлоу прямо сказал мне что мои отношения с рози не говоря уже о моей работе зависит от моего содействия сами понимаете с кем о чем он вас попросил все произошло так быстро в один миг он схватил с прилавка очень дорогой шарф сунул его в карман и ухмыльнулся он сказал твоя тайна будет в сохранности до тех пор пока я смогу дарить своей даме такие восхитительные вещички мне приходится вести учет весьма хитроумно чтобы скрывать последствия его пожеланий но больше так продолжаться не может я боюсь что-либо сказать я не смогу жить без рози прошу можете рассказать мне про ту записку поподробнее вдруг она мне попадется эта записка была на особой розовой бумаге рози вверху указаны ее инициалы так мистер хилл сможет подтвердить ее подлинность про это спросим а вот это не будем спрашивать еще как вам удается держать пропажу товаров в тайне ну мне доводится хитроумно подходить к учету к тому же я покрывал расходы из своих сбережений но мои средства уже на исходе разумеется это не способствует попыткам улучшить мое положение и стать достойным руки рози опустил спасибо что рассказали мне я собираю свидетельство против Харлоу больше всего я желаю чтобы он гнил в искобане но будьте осторожны он ужасный человек да и к тому же невероятно опасный а что же касается письма от рози если оно вам попадется то я выучил его наизусть можете просто его уничтожить предельно ясно а теперь уходите пока не вернулся мистер хилл так что я делал мы на верном пути осталось найти последнего друга мистера бикла я хочу ответить на это Агабус Филберт должен быть где-то здесь здравствуйте чё прошу прощения мистер Филберт если позволите мне бы хотелось поговорить с вами о теофиле Харлоу миссис бикл станет намного легче если мы соберем доказательства его вины то что случилось с биклом настоящая трагедия он предлагал мне выступить против Харлоу и заявить о том нападение я не помню реально начало этого но я побоялся мести Харлоу давно было и отказался если бы вы выступили против Харлоу то могли бы разделить участь мистера бикла увы полагаю вы правы Харлоу совершил в отношении вас насильственные действия прошу расскажите об этом как раз перед смертью моя необычайно талантливая жена дульчебелла закончила небольшой сборник стихов а я решил приготовить ей сюрприз на день рождения который ей не суждено было отпраздновать и заказал для книги красивый золоченый переплет но однажды Харлоу явился чтобы наказать меня за то что я выступил против неандертальцев которых рук вот набрал в свою банду не успел я опомниться как лежал парализованный а Харлоу рыскал по моему дому он нашел сборник стихов в изысканном золоченом переплете а я лежал в прихожей совершенно беспомощный и наблюдал как он посмеиваясь уходит с книгой я был потрясен до глубины души никак не могу прийти в себя понимаю что вы опасаетесь мести Харлоу но вы не будете возражать если я расскажу об этом констаблю семью видимо у меня нет выбора невозможно вечно терпеть шантаж и вымогательство так и передайте всем кто готов помочь его и не надо терпеть кстати вообще не любит тех кто болтает как вам уже известно я поговорил с друзьями мистера Бикла теперь нужно разыскать Нати потому что чем дольше ты в этом шантаже тем сильнее тебя как сказать тем более ты уязвим о подожди я сюда обязан зайти добренько ревелью деми масок нет непонятно давай нати обычно не опаздывает она собиралась в трактир кабане голова может она там сейчас пьяный разбой блять или что нати должна быть где-то здесь почти на те около трактира кабане голова палочка нати он палочка нати но она умеет колдовать и без нее если она оставила ее здесь специально значит она в беде ревелью поможет мне ее найти ревелью да чё ж такое блять думаю нати увели в этом направлении нужно как можно скорее ее найти тайное убежище банды пепламбы ну пацаны сейчас у вас будет такой прикол ждать вторая колода в эту комнату должен быть другой путь вперед колода набор скиллов раз да думаете так никто к это не догадается найдите нате не обязательно найдите книгу стихов не обязательно найдите любовное письмо да мы сейчас все найдем наверное думаю нати увели в этом направлении нужно как можно скорее ее найти ревелью нам поможет лучше чтоб меня не увидели да ну давай ладно как скажешь он то почему не ставят тебя чего не выйдет 4 хочу не не отпишешь ревелью просто убей сидел сконс что безрассудство ее друга приведет его за ней оба нужны ему живыми да хер у вас что выйдет и как явиться сюда в одиночку будьте внимательнее мне надоело торчать тут целый день чтобы делать за руку до его ром что проверю а ну покажи надо бы позже наведаться в ты польза отца опять витаясь глаз а ты ведь неплохо следующий раз сиди в школе я в бочку в его ладно говно ваш стелс ребят акция обидно что вот отсюда а думаю найти увели в этом направлении нужно как можно скорее найти а а а а а лучше чтоб меня не увидели а ничего не будет а а а а да никто за ней акцию просто убить инсендия карлоу считает что без разума и дефиндом конфриндом инсендия инсендия он очень хороший кто думает об электричестве инсендия я буду наблюдать я буду наблюдать как в твоих глазах гаснет жизнь сейчас вы не узнаете акцию зря стараюсь инсендия клац дефиндом конфринго ошибкой все это заплатишься акция инсендия конфринго где ну чё ребят все хорошо ну слушай юрон хороший по мне проходил безусловно бесспорно ты мил мне словно огуречья песен предвести на дождя я с каждым днем люблю сильней пленил ты верностью меня на своем сердце чую оков прошу я интересно меня вообще будет дома катить я не снимаю ведь нашу встречу окову я навсегда попал обрать понял вас сборник стихов похищенную агабуса филбер нахуй я тебя слышу иди нахуй ха-ха-ха-ха-ха ха-ха-ха ой 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 теперь смерт приходит сверх конфринго Дефиндор! Акция! Инцентрия! Лат! Дефиндор! Ранфиндор! Что ты творишь? Круто! Только отошел, понял опять. Чел, ну ты, понимаешь, ну все, тебе трэш. Тебе, точнее, гг. Ривеллио! Кайфуй! Пустая квадратная рама. Ривеллио! Ривеллио! Акция! Ингардиум Левиоса! Ривеллио! Лек! Принемет! Подожди! А я вроде не одевал, нифига! Блядь, я забыл, лол! Я в натуре этих начарил. Этих наделал, точнее. Блядь, я олень. Но я сейчас и делать ничего не буду. Ривеллио! Тоже легендарочка. Думаю, что-то больно, 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 больно они мне дают, да? Уродно. Ривеллио! Понял. Ривеллио! Где-то там два сундука. Ну-ка, давай. И письмо мы не нашли. Охотчица. В столе? Может, где? Вот здесь, да, мы не были. Залазь давай. Вот оно. Дорогой, вот я перечитал твое последнее письмо бесчисленное количество раз. И буду перечитывать вновь и вновь каждый раз, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшая любовь моя. Скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги. И я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят вносить мое небо. И впрямо невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитываю твое письмо. Словую Рузи. Любовное письмо от Адиблу от Рузи. Он просил уничтожить его, если найду. Да-да. Ну а теперь можно и за Натте идти. Так, тут я был. Натте должна быть где-то здесь. Должна быть. Ты нашел нас? Я знала, что ты поймешь, что я специально оставила свою палочку тебе. Поговори с мистером Ботвинцем, он скажет, что делать дальше. Аллахомора. Смотрю, что-то... Это... Мельтешит. Поговори с мистером Ботвинцем. Поговори с мистером Ботвинцем. Дейзи сказала мне, что вас похитили. Вы говорили с моей супругой? Как она? Переживает за вас. Вы в порядке? Я в порядке. Спасибо, что пришли. Эти замки прокляты. Это первое, с кем мы говорили. Даже умение Натте колдовать без палочки нам не поможет. Вы должны найти мою палочку. Мистер Ботвинц, вот ваша палочка. Отличная работа. Я так и знал, что она была где-то... А теперь вам лучше отойти. Никогда не знаешь, как среагирует заклятие на ликвидацию. Ликвидацию. Ну, вроде, нормально. Нажняла хамура, а какая-то ликвидация. Используется как обычно. Всегда, пожалуйста. Спасибо вам. Мы обязаны жизнью вашей храбрости. Думаю, я слишком слаб, чтобы трансгрессировать вместе с вами. Но можно попробовать. Мы сами тут справимся. А ты лучше иди и разыщи констабля Сингер. Хорошо. Но будьте осторожны. Спасибо вам, мои юные друзья. Приготовься к бою. Эти пип-ламбы нам за все ответят. Ревеллио! Ты вроде всех перекидал. Или они еще придут? Мега-дикий тупик. Какой-то фильтр, что ли. Ладно. Давай найдем констабля Сингер и покончим с этим Харлоу раз и навсегда. Цаглы. Это было в самом начале, в первой серии. Она типа отведите тролля, блядь, когда тролль напал. Иска Ботвинс рассказал мне, что его спасла пара учеников. Могла бы догадаться, что это были вы. Мистер Ботвинс в порядке? Все нормально. Я отправила его домой к жене. Мисс Оной. Ваша мать едва ли будет рада узнать, что вы по-прежнему рискуете жизнью, преследуя этих опасных людей. Вообще-то, констабль Сингер, мы с Натей узнали, что нескольким жителям Хоксмеда пепламбы угрожали смертью. Руквуд и Харлоу не только похитили Натей и мистера Ботвинса, чтобы шантажировать его жену, но и вымогали деньги у Агабуса Филберта и Отта Дибла. Я разберусь с этим всем. А что касается вас двоих... Не разберется. Я извиню ваши усилия, но вы очень сильно рискуете. В следующий раз предоставьте властям разбираться с пепламбами... Да вы нихуя не делаете. Разумеется. Да, констабль. У вас достаточно показаний против Харлоу и прочих прихвостней Руквуда? Что ж, для начала точно неплохо. Посмотрим. Но можете предоставить это дело мне? Вы долгие. Вы или долгие? Натей. Вам следует первый поговорить со своей матушкой. Маме это не понравится. Я благодарна тебе за мое спасение. Позже поговорим. Вы ли нихрена не делаете? Или долго делаете? Поэтому чего ждать? Когда надо действовать. Правильно. Вот задание мы сделали. Дополнительное. Кстати, тоже неплохое. И недолгое. Уже, кстати, второй раз я этот... Ну, за все стримы второй раз. Вручаю комнату. Прихожу именно, чтобы предметы сделать. В итоге что-то делаешь. И, кстати... Я ни разу не был у животных. Ну, это не значит, что мы к ним пойдем. Ебать. Я пять предметов идентифицировал. Так, одни перчатки все те же. 89, 79, 81. Ну... Слушай, 89, это хорошо. Здесь мы можем поменять, в принципе. И прокачать довольно сильно. Ну, давай оденем. Надо одеть, а потом все продать. 95. Мандрагоры надо убирать. Это обязательно потом... Уберем. Я даже визуал не меняю, чтобы... Ну, ты плащ легендарный, да? Тоже от некроманта не очень. Визуал не меняю, чтобы... Понимать, что где... Че менять. Вот так, наверное, правильно. А теперь нам надо это продать. Все лишнее. Все, прям продаем смело. Оксмит. Наш любимый огонек. Сейчас продаем. Если на свете местечко уютнее Хоксмита. И все вот эти... Кстати, неплохой такой плащик. Заходите. У меня много лечебных зелий, если они вас интересуют. Подожди. Этот мы не продаем. Че-то я шарф не это... Фокус древней магии. Очень хорошая вещь. Может, еще увидимся. Слушай, да. Конечно, там инцидию, но я думаю, мы, в принципе, сможем поставить, вкачать, да? Короче, сейчас будет добро. Просто продаю, чтобы оно не мешалось. Может, еще увидимся. До свидания. Ты посмотри, сколько лег. Только перчатки не лег. Вот тебе, да. Вот что значит реально в каждую дырочку. Каждый сундучок пытаться забирать. карта. Карта Хогвартса. Такие дела. Теперь нам нужен, наверное, ткацкий станок. Вот мандрагоры. Обновление. Легко. В принципе, легко. Тоже жарами бородавки. Вот следующий урок драмагора у нас нет. F характеристики. Надо что-то поставить более такое. Нормально. Мандрагора неинтересна нам. Инсендиум может быть. Защита у нас тоже. Как будто вот это хорошее. Ровень ячейки. Характеристики 3. Блядь, жмыра нет. А я не находил еще места. Фокус древней магии, наверное. Круцио. 26-й? Серьезно? Подожди. Она до сих пор на нас одета? Потому что все остальное херотень, да? Хорошо. Ну, здесь вроде все вкачано. Тем более у нас, кстати, его нельзя. Мы его не умеем пока ставить. Так, это АПКМ. Ну да. Легко. Вот перо... Перо нет. Сейчас, я думаю, мы его получим. Его можно купить, кстати, даже. Защита от некроманта неинтересно. Ячейка характеристики, кстати. Инсендиум. Мы этим пользуемся. Да. Здесь неплохой уже, кстати, стоит. А, или мы уже поставили... А, это мы и поставили. Шарфик. 92 нападения. Дворняк неинтересно. А, это скорость заполнения. Давай еще инцидия. Как будто, не знаю, стакается, оно нет. Блин, ну я не знаю, перчи. Будем надеяться, что выпадают, не будем их качать. Здесь легко. Там смело. И защита от некроманта. Ну, козы. Давай еще инцидия. Почему нет? Кажется, мы должны просто уничтожать. Изничтожать. Зайдем к животным. Так, всем щетку. Хорошо они сами идут. Это очень хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Если у меня есть лана... в гиппогрифа вишь пока чудо не используется ты чё а не прикольно когда мисклик шишки кстати пушишки ухоженно 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 все за класс вот собрали лутика и давай я не знаю давай к этим да дик только на это уже будет на следующем стриме наша жаба в единственном экземпляре где рекл вот в вуппера бля нет нифига да тут все самое интересное это будет там там их реально до хрена у дико есть интересные новости с этих волос фестрала хоть реально бери продавай их прям так много так я уже будут сложно мне быть не знаю зачем разводить но будем разводить первое что у нас нету этих буферов сам буферов блядь в принципе это легко понять где вкачано вот ну вот нападешь 18 ползи 66 то есть вот эти две вещи их можно вкачать но у нас нету то есть шейный аксессуар и мантия шейный шейный ну да ты понял это не обязательно да и перо стоит там типа две сутки мне кажется вот мы с дико начнем следующий стрим и будет у нас не профессор травологии но ему кажется что с некоторых растений уже можно собирать урожай что значит реально девать никуда невидимый сдавая сделаем вроде можно еще еще как я понимаю обычный лимит 12 ну на сегодня все мне кажется довольно насыщенный реально и интересный это еще и другое но самое интересное конечно в конце вот это вся сама смерть директором хогвартс стал шахта изначально название стрима это шахта как там шахта гоблинов и одно очко талантов тоже на следующем стриме распределим значит я пишу план сразу на next значит так потом чё там чё там и 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 ну примерно накидал примерно накидал что делать ну очень классно очень классно конечно некоторые траблы были но принципе пойдет сохраняем игрушечку ну и на этом все получается девятая у нас серия образ логаси подписывайтесь на канал как там на колокольчик лайк и комментарий бы под стримом не помешал до следующего стрима а это у нас в принципе завтра скорее всего скорее всего завтра а это именно 25 числа пока